Турецкий журналист Эмреус Лу рассказал, что военные Турции в Сирийской Арабской Республике подвергаются опасности в связи с коронавирусом. Дело в том, что Анкара, игнорируя пандемию, предпочитает подвергать своих солдат, находящихся в Сирии, угрозе. О том, почему на простых турецких военных теперь не распространяются меры предосторожности, в материале Федерального агентства новостей. Турецкий журналист Эмреус Лу написал на своей странице в твиттер-обращение. Друзья, солдаты, базирующиеся в Сирии и других казармах, а также их семьи крайне обеспокоены в связи с коронавирусом. Сначала вышел указ о мерах предосторожности, а затем этот указ аннулировали с поправкой кроме солдат и полиции. Можно подумать, что коронавирус не передается солдатам и полицейским. Министры и генералы изолированы от вируса, а простые солдаты – нет, написал на своей странице в твиттер турецкий журналист Эмреус Лу. Эрдоган в принципе не привык щадить своих солдат. На территории Сирии продолжают бессмысленно погибать турецкие военнослужащие. Часть этих потерь Анкара признала официально. Однако были и те, чью смерть власти страны предпочли списать на небоевые потери в угоду сохранения рейтинга действующего главы государства. Анкаре совсем не выгодны данные о новых потерях как в Эдлибе, так и зоне проведения операции источник мира, поскольку они лишь дискредитируют действия Турции в соседней стране. Стремительно теряющий популярность среди населения президент Турции Реджеп Таип Эрдоган продолжает спасать свой рейтинг вместо спасения граждан своей страны. Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов в беседе с ФАН заявил, что даже в ситуации с коронавирусом, политические амбиции главы турецкого государства остаются на первом месте. Это демонстрирует, что для Эрдогана политические амбиции превыше жизни собственных солдат, собственных граждан. В принципе, он показывает не очень хороший пример другим политикам, как в своей стране, так и за ее пределами. Это происходит в ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом. В частности, от Организации Объединенных Наций звучат призывы остановить военные действия в условиях пандемии и прекратить создавать ситуации, при которых беженцы могут стать угрозой распространения вируса, заявил собеседник Федерального агентства новостей. Кроме того, что Эрдоган рискует здоровьем турецких военнослужащих, его мало заботит и распространение заболевания, которое легко разносится в подобных условиях. Гуманитарная ситуация, которой нередко прикрывается Эрдоган, фактически его совершенно не волнует, полагает политолог. По сути, президент Турции показывает свое пренебрежение гуманитарными проблемами. Лицемерно в этом свете звучат все его апелляции к восстановлению величия Турции, к защите интересов сирийцев, под предлогом чего он и ввел войска в страну. Ведь эта ситуация должна приводить к водяному перемирию. В подобных случаях прекращаются военные маневры, поскольку вооруженные силы также представляют серьезную потенциальную угрозу распространения вируса, подчеркнул эксперт. Автор – Александр Мировой. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok